Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. Переход солнца из знака рака в знак льва в конце июля активизирует в людях потребность быть на виду, блистать, привлекать внимание к своей персоне. Представителям воздушной стихии период гарантирует прилив энергии, расширение круга общения, внимания и популярность со стороны окружения, а также новые романтические увлечения. Какие события обещают звезды другим знаком с 29 июля по 4 августа, расскажем прямо сейчас. Овнам не стоит слушать чужих советов, рекомендаций и критики. Скорее всего, недоброжелатели просто хотят сбить вас с выбранного пути. Важно быть последовательными и решительными в своих действиях, не нужно их менять и экспериментировать. Тельцы могут оказаться в незнакомой компании, непривычном или некомфортном для вас месте. Приведут вас туда звезды по рабочим вопросам. Главное, ни перед чем не останавливаться, если намерены осуществить задуманная такая преданность собственным целям и интересам, позволит в кратчайшие сроки добиться успеха. Близнецам будет полезно относиться к событиям проще, еще лучше, если вы сможете подключить иронию и чувство юмора. Так вы обратите на себя внимание нужных людей, от которых возможны интересные предложения. Но не соглашайтесь сразу, хорошо все обдумайте. Эта неделя обещает быть динамичной для раков. Вы будете общаться с новыми людьми и устанавливать ценные контакты. Будьте открыты для интересных идей и не бойтесь открыто выражать свои мысли. Львы будут ощущать препятствия буквально на каждом шагу. Это тот самый момент, когда кажется, что вселенная против вас. Астрологи уверяют, что это не так. Скорее всего, звезды хотят оградить вас от неверных действий или серьезных проблем. Не позволяйте эмоциям и чувствам на этой неделе взять верх. Будьте логичны и благоразумны. Девам не стоит скрывать свое мнение на происходящее, даже если вы понимаете, что оно кому-то не нравится. В этот период представителям знака очень важно быть собой и абсолютно естественным во всем. Сравнивайте, подмечайте нюансы, аргументируйте свою позицию. Вас поймут, но не сразу. Дайте людям время подумать. Весам предстоит следить за собственной речью или превратиться в благодарного слушателя, уступив право говорить своим собеседникам. Так вы лишите их возможности подловить вас на слове, а для вас это может быть чревато неприятными последствиями. Скорпионам категорически противопоказано начинать новые серьезные дела, запускать важные проекты, велик риск неудачи на самом старте и полный отказ от перспективной идеи. Лучше работать в начале августа над небольшими задачами. На этой неделе стрельцам нужно быть аккуратнее и деликатнее во всем – в работе, в общении, в любви. Есть шанс испортить отношения из-за пустяка. Постарайтесь подключить интуицию и проницательность, предугадывая реакцию людей. С таким подходом можно обойти конфликтные ситуации и произвести впечатление на противоположный пол. Козерогам астрологи советуют не забывайте держать финансы под контролем, необдуманные траты, нежелательные в данный период. Первая половина недели потребует активных действий в рабочих вопросах. В этот период астрологи советуют вам обращать внимание на число 7. И самый удачный день на этой неделе для вас тоже – 7 воскресенье. Водолеи с 29 июля особенно обаятельны и с легкостью добиваются своих целей. Вы можете спокойно двигаться вперед, полагаясь на остроумие, находчивость и эрудированность. Энергии много, так что действуйте, больше общайтесь, работайте и улыбайтесь. Рыб охватит жажда бурной деятельности, новые ощущения наполнят вашу жизнь. В понедельник и вторник обещают быть плодотворными, в среду и пятницу будет много возможностей проявить свои творческие способности. Ваше физическое состояние будет во многом зависеть от окружающей обстановки, а финансовое останется стабильным и предсказуемым. Помните ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева, до новых встреч и будьте счастливы!